ДТП Безопасности пассажирских перевозок в Одинцовском округе всегда уделялось особое внимание. Очередное совещание провели сотрудники Одинцовской госавтоинспекции для работников автотранспортных предприятий округа. Общение началось с позитивной статистики. ДТП мы больше не допустили. ДТП именно с пострадавшими пассажирами, людьми. Но останавливаться на этом нам не стоит, только двигаться вперед, потому что чуть-чуть расслабишься и все. В соответствии с этим у меня ряд предложений, мы их обсудим. У вас какие-то, возможно, будут предложения. Участие в обсуждении актуальных проблем дорожной безопасности приняли представители всех компаний, работающих в округе. Главной темой встречи стали вопросы соблюдения скоростного режима и отказа от опасного маневрирования. Госавтоинспекторы подчеркнули, что с водителями ежедневно должна проводиться профилактическая беседа. Важно, чтобы каждый из них понял, насколько опасно спешить на дороге. Вопрос о том, что ДТП у нас происходит ввиду того, что отвлекаются водители от дороги, когда принимают плату за проезд. То есть здесь необходимо провести совещание с водительским составом, где четко и ясно указать, то есть где нет кондукторов, в каких автобусах нет кондукторов, то прием платы принимать только на остановочных пунктах. На совещании была озвучена информация о некоторых изменениях в законодательстве. До 1 июня у нас статья 11.23, часть 1, гласила о том, что наказывался водитель и наказывался должностное лицо от 5 до 10 тысяч. Сейчас, с 1 ноября, уже будет наказываться водитель от 1,5 до 2 тысяч, у него было от 1 тысяч до 3. Соответственно, должностное лицо от 7 до 10 тысяч было от 5 до 10. И введены новые санкции в отношении индивидуальных предпринимателей, это от 15 до 25 тысяч будет, и на юрлиц, то есть от 20 до 50 тысяч. По итогам совещания было решено усилить контроль за отбором водителей, установить в салонах автомобилей общественного транспорта видеорегистраторы, а также пресекать нарушения общепринятых правил вплоть до увольнения.